Я сразу могу сказать, что у меня есть источник, источник моего рассказа, это блог Терри Тао. Он так и называется, он так и называется, Дайсонское Броновское Движение. Называется так, Броновское Движение и Дайсонское Броновское Движение. И я как раз по нему и иду, следую достаточно четко. Давайте мы и начнем с обсуждения того, что такое Броновское Движение. Что же такое Броновское Движение? Как вы знаете, ботаник Браун обнаружил в микроскоп хаотическое движение пыльцы, по-моему, а пыльцы шла речь. И на объяснение этого явления ушло довольно много времени. И, между прочим, этим занимался одним из пионеров. Был здесь французский математик Башелье, ученик Пуанкаре. И Пуанкаре совсем не оценил его работ. Башелье и карьеры так особенной не сделал. Пуанкаре совершенно не понял важности этого объекта. Ну, потом-то было много работ, посвященных Броновскому Движению. И мы останемся, конечно, для того, чтобы наши рассуждения провести строго. Ванечка, мне очень мешает, когда едят на лекциях. Я очень прошу прощения. Мне очень мешает, когда едят на лекциях. Я очень прошу прощения. Значит, строгое проведение конструкции Броновского движения требует больших усилий. И мы не можем этого здесь сделать. Мы останемся на таком физическом уровне строгости. Значит, я буду говорить, что такое... Значит, мысль состоит в том, что частица двигается на плоскости или даже на прямой. Это не так важно. Мы, собственно, и начнем. БТ – это траектория частицы. Частица двигается и, так сказать, в каждый момент времени поворачивает. Вот она вот так вот... Ее движение очень хаоптично. Это случайная траектория. Случайная траектория. Значит, уже здесь... Уже здесь... Уже здесь... Само вот это понятие, что значит случайная траектория, требуются очень большие усилия для того, чтобы придать этому понятию точный смысл. И мы и не будем. Мы будем... И, кстати, и Башелье... Рассуждения Башелье были проведены на физическом уровне строгости. И, собственно, сделать их строгими стало возможно только после появления аксиоматики Калмогорова. И, собственно, аксиоматика Калмогорова была нужна, чтобы придать смысл рассуждениям такого рода. Да, случайная траектория, но мы не будем прояснять, что это значит. Во всяком случае, при каждом Т, вот это БТ, это случайное, задаваемое случаем положение частицы. И главное условие, наше условие состоит вот в чем. Значит, во-первых, мы будем считать, что БТ – это непрерывная функция от Т. Значит, это случайная траектория непрерывно. Б от 0 равно 0, Б0, да, как это, Б0, Б0. Я буду писать и так, и так иногда сбиваться. Б0 равно 0, Б от Т – непрерывная функция. Непрерывная функция по Т. Непрерывная функция по Т. И дальше главное условие состоит в том, что Б от Т плюс С минус Б от Т, а с больше 0, независимо от всей траектории от БТау, Тау от 0 до Т, это условие так и высказывается. Процесс имеет независимое приращение. Их имеет нормальное распределение. И имеет гауссовое распределение. И имеет гауссовое распределение. Независима, это же случайная величина. Имеет гауссовое распределение с математическим ожиданием 0 и с дисперсией t. Давайте я так напишу, математическое ожидание квадрата равно t. Вот это важнейшее-важнейшее свойство математическое, что квадрата равно t. Простите, s в наших обозначениях. Простите, пожалуйста, s. Квадрата равно s. Я прошу... Заметьте... Ой, извините, пожалуйста. Я просто очень нервничаю, когда сидят на этом самом... Слезьте, пожалуйста. Уже были значительные успехи достигнуты на этом пути. Слезьте, пожалуйста. Спасибо большое. Извините, пожалуйста. Так что, почему именно математическое ожидание квадрата есть s? Математическое ожидание квадрата есть s. Здесь нужно вспомнить центральную предельную теорему теории вероятностей, которая говорит нам, что при бросании монетки, при бросании монетки, если монетка брошена m раз, если m раз брошена монетка, m бросаний, то с подавляющей вероятностей, как утверждает закон больших чисел, количество орлов будет приблизительно равно количеству решеток, а какое будет иметь порядок уклонения количества орлов от количества решеток? корень из n. Корень из n. Корень из n. Количество орлов минус количество решеток – это по порядку причины корень из n. Соответственно, в квадрате m. И вот это условие, так сказать, теперь как вообще… Я должен сразу сказать, почему бронуское движение существует? Почему существует бронуское движение? Это совсем нетривиальный и непростой вопрос. Почему существует бронуское движение? Но один из способов построения, и довольно, кстати, между прочим, трудный для строгой реализации, состоит в том, чтобы строить бронуское движение, как предел случайных блужданий. То есть брать случайное блуждание. Брать случайное блуждание. Наша любимая лягушка прыгает на шаг дельта. Каждые на шаг дельта, каждые тау секунд. Тау секунд. И теперь дельта и тау устремляются к нулю одновременно. Так что что? Как нужно увязать между собой дельта и тау? Значит, прыжок становится все меньше, а частота все больше. Как нужно увязать их? Вы мне говорите четко, пожалуйста. Как нужно увязать? Давайте попробуем. Значит, отношение к отстанту. Значит, она делает прыжок на дельта, каждая один дельт на дельта секунду. Тогда давайте узнаем, сколько за одну секунду, каково будет смещение нашей лягушки. Я напомню, что речь идет о случайном блуждании. Ой, простите, пожалуйста. Каждые дельта секунд, конечно, извините, это просто описка. Простите, пожалуйста, извините, это я глупость написал. Извините, пожалуйста, я написал просто глупость. Каждые дельты секунд совершается прыжок размера дельта. В этом случае каково будет смещение? Смещение. Вот прошло время один. Каково будет смещение лягушки? Напомню, что речь идет о случайном блуждании, да, что лягушки сверяют суть одна вторая, совершают прыжок то туда, то сюда. Прыжок имеет размер дельта, и происходит каждая дельта секунду. Если время один, то, соответственно, прыжков совершено, число прыжков, это один делить на дельта. Один делить на дельта. Разница между количеством прыжков вправо и прыжков влево, это корень из один делить на дельта. И корень один делить на дельта у нас на дельта будет корень из дельта, то есть ничего не получится, лягушка в пределе просто сидит на месте. Не получается. Не получается предельного смещения. Как исправить эту ситуацию? В общем, по-моему, вполне видно. Да, или лягушка должна прыгать каждую дельту в квадрат секунду, или здесь должен стоять корень из дельта, это то же самое. Тогда, соответственно, смещение будет порядка единицы. Ну так вот отсюда и получается эта единица. Это S. Отсюда и получается. Так и получается, если это рассуждение провести аккуратно и вспомнить, что дисперсия складывается, у независимых включений от отсюда и получается это S. И так можно построить, с помощью этой конструкции, можно построить бромское движение. То есть предел этих траекторий, это получается траектория бромского движения. Как это нужно понимать? Это отдельный хороший и хитрый вопрос, но можно это понимать так, что именно вот сами траектории, они там с подавляющей вероятностью сходятся к некоторой предельной кривой. К некоторой предельной кривой. Реализации в предельной сходятся к некоторой предельной кривой. И получается распределение вероятности на реализацию. Это один из способов, еще раз скажу, довольно, отнюдь не самый простой доказательства существования бромского движения. Есть способ более-менее абстрактный, связанный с теоремой Калмогорова, с двумя теоремой Калмогорова в действительности. Дело в том, что можно совершенно абстрактно строить процесс такого рода. Это рассуждение основной теремии Коммагора существования. Затруднение тогда возникнет в том, чтобы доказывать непрерывность по Т. Это другой способ построения из общих соображений. Возможно, там и другие построения. Тут есть разные способы. Это Броновское движение. Броновское движение, разумеется, обладает марковским свойством. Разумеется, обладает марковским свойством. Это марковский процесс. Просто уже потому, что действительно по самому своему определению, вот когда траектория пришла в какую-то точку, то что с ней происходит дальше, не зависит от того, как траектория в эту точку пришла именно по нашему предположению 2. Это марковский процесс. Марковский процесс с независимыми приращениями. Здесь все ясно. Теперь, исходя из того, что сделано, я хочу разобрать такую задачу. Еще раз, у меня есть кривая Б, Т, Броновская кривая. Реализация Броновского движения. Броновская кривая. Я хочу посмотреть, как эволюционирует выражение. F какая-то функция. Какая-то функция. Ну, там, я не знаю, температура или там еще что-то. Какая-то функция. Давайте сейчас мы рассматриваем одномерное Броновское движение. Разумеется, и чуть дальше нам понадобится. Можно рассматривать и многомерное Броновское движение. Достаточно просто написать B1 от T, B2, T и так далее. B, K, T. Где взять несколько независимых копий Броновского движения. Так получается многомерное Броновское движение. Многомерное Броновское движение. Да, и давайте я еще напомню, что значит, что оно имеет гауссовое распределение. Я напомню, что гауссовое распределение задается своей плотностью, которая раньше была даже изображена на банкноте в 20 немецких марок. Когда еще были немецкие марки, гауссовое распределение имеет плотность вот такую. Это плотность. Значит, вот она, кривая плотности, и, соответственно, вероятность того, что гауссовая случайная величина заключена между величинами А и В, есть площадь под этой кривой. Значит, вероятность того, что кси заключена между А и В, есть интеграла Та до В вот этой самой гауссовской плотности. Давайте ρSx. Собственно, можно я так напишу. Bs, естественно, что само, так как B0 равно 0, то Bs имеет вот это самое распределение. РоSx. Вот мы гауссовое распределение. Хорошо. Теперь, после этих предисловий, я хочу осознать, как эволюционирует. Вот тут вот будет замечательный, очень красивый эффект. Как эволюционирует функция от броуновской траектории? Меня интересует, собственно, как бы производная от этой величины. Производная от этой величины. Или можно сказать, производная от среднего значения. Давайте посмотрим, как эволюционирует эта траектория. Эволюционирует, простите, эволюционирует эта величина. Давайте для этого с этой целью запишем, запишем так. Будем как бы пытаться написать производную. То есть напишем так. Немножко не строго, но, впрочем, может быть, это не очень страшно. F, B, T плюс D, T. Разумеется, я пишу D, T, но можно писать там дельта, T. Это все, это ясно, как... То есть не строго здесь очень легко устраняется. Минус F, B, T. Ну, давайте напишем. B, значит, чему это равно? Это равно, естественно. Давайте, как взять значение, если нужно вычислить разницу значений функций в близких точках, как это делается? Так, ну кто нужен доброволец? Кто выпишет эту несложную форму? Разницу, разницу значений функций в близких точках. С помощью производной. Где тут наши школьники в наших рядах? Еще остались среди нас школьники? Как вот Ваня, может быть, вы напишите? Уклоняется от этого. Нужен смелый, смелый школьник. Дима, вы, может быть, напишите? Выходите, выходите. Ну, нет, Дима, который школьник. Дима, может, вы напишите? Выходите, выходите к нам. Выходите, выходите, выходите. Это ничего тут нет страшного. Мы будем подсказывать. Разница, разница, разница значений функций. Это что такое? Выпишите, пишите. Производная где? В точке БТ. В точке БТ. Все правильно. На что? Наверное, на разность. На разность. Прекрасно. Подождите, подождите. Это еще не все. Давайте еще чуть-чуть попишем. Давайте еще чуть-чуть попишем. Следующий член. Как выписать? Ну, следующий член. Вы написали первый член по облоте его. Давайте еще второе напишем. Пополам. Да, вот это очень важная одна вторая, такая вот, которая будет часто у нас возникать. На разность вы прекрасно это выразили в квадрате. Вы это выразили замечательно. На разность в квадрате. Так. А теперь, секундочку. А теперь давайте так. Давайте поставим знак математического ожидания. Давайте я его поставлю с этой стороны, а вы стой. Значит, знак математического ожидания. Мы ставим на все это выражение. Мы берем среднее по траекториям. Значит, соответственно, здесь математическое ожидание первого члена, плюс математическое ожидание второго члена. Теперь главный ход. Главный ход. Главный ход. Главный ход. Давайте про первый член посмотрим. Смотрите, пожалуйста, что тут важно. Вот этот член, f' от bt, независим, это важнейший наш ход, это выражение независимо от этого. Независимо от этого. По предположению 2. Вот это очень важно. Эволюция независима от прошлого. Если угодно, это и есть марковское свойство. Это и есть марковское свойство. А чему равно математическое ожидание вот этого члена? Скажите, пожалуйста. Дима, глядя. Ноль. Соответственно, чему равно все первое слагаемое? Вычеркивайте его. Все, первого слагаемого нет. Так. Секундочку, но это еще не все. А второе слагаемое? Второе слагаемое. Ну это же все второе слагаемое. Чему равно второе слагаемое? Чему равно... Опять-таки, смотрите, математическое ожидание. Пишите еще один знак математическое ожидание, потому что... Вот сюда. Да, потому что... Да, правильно, да. Потому что... Точно по той же самой причине. Потому что... Производная... Простите, F2' Вот это выражение независимо от этого. Потому что это превращение. Превращение независимо от значения. Так, а чему же равно математическое ожидание вот это второе? ДТ. Блестяще. Мы движемся даже быстрее, чем плавно. Так, соответственно, пишите. Равно. ДТ. Блестяще. И если теперь это немножко переписать, просто вот то, что уже все написано на доске, но просто немножко переписать. Я... Сейчас, подождите, подождите. Не садитесь пока. Я стираю определение гауссового распределения. Мы его уже освоили. Просто запишем так. Теперь напишем вот это выражение. Е... Допустим, возьмем там, я не знаю, скажем... У будет Е, Ф от БТ. И заметим, что усреднение, вот это усреднение, так сказать, усреднение по случайному параметру, усреднение по случайному параметру коммутирует со всеми операциями по времени. Потому что, так сказать, то есть вот эти вот штрихи и Е, они, их можно выполнять в любом порядке. Тогда какое уравнение получается на функцию u? У вас все написано. Значит, в левой части написано производная u по времени. Производная u по времени. А в правой части... Вторая производная, безусловно, пишите, так пишите. Вторая производная, да. Ну, надо двойку там дать ей двойку, 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 двойку. Ну, обычно наверх, да, да. Так, вторая производная u. Нет, только не по времени, потому что время уже кончилось. По x, по пространству. t уже ушло. Производная-то... Производная-то функции f. Обратите, пожалуйста, внимание, это очень важно. Производная отнюдь не по времени, производная по x, так сказать. Можно было так написать, но лучше написать просто по x, так сказать. По x. По x. Да. И здесь тоже обычно пишут двойку, которую пишут рядом с x. x квадрат. Вот здесь. Да, да, да. Вот здесь вот так пишут. Да. И еще одна двойка пропала. Да. И вот мы получили... Спасибо большое. Дима, мы, значит, вот Дима вывел нам... Спасибо большое. Вывел нам это совершенно фундаментальное уравнение. Это называется уравнение теплопроводности. Уравнение теплопроводности. Первая производная по времени... Первая производная по времени равняется второй производной по пространственной картины. Значит, функция у зависит и от времени, и от пространства. У это функция у, есть функция от t и от x. И ее, вот как доказал нам Дима, ее производная по времени равна одной второй, я напишу так, одна вторая, ее производной по x. Потому что вот она производная по x. Она производная по x. Ее второй производной по x. Ее второй производной по x. И именно вот эта вторая производная, понимаете, если бы ВТ имела гладкие реализации, если бы кривая ВТ была гладкая, то второго члена просто бы не было. Тут меня могут спросить, а как насчет третьего члена? Третьего члена тоже нету, потому что его математическое ожидание будет ДТ в какой-то степени, там 3 вторых. И, собственно, третий член вообще сократится, а там, скажем, четвертый член, это будет уже ДТ в квадрате. Но в более сложных выражениях, ну, во всяком случае, играет роль только второй член. Играет роль только второй член, потому что следующие члены уже доминируются вторым членом. Только второй член. И вот тут получается такая фундаментальная связь между броуновским движением и уравнением теплопроводности. Ну, это и не очень удивительно, дорогие друзья. Действительно, что переносит тепло? Тепло переносит диффузия. Как переносится тепло? Тепло переносит, вот частицы совершают диффузию, и тепло переносится. В этом и состоит утверждение. Замечу, вы можете это упражнение, тут на этой доске написано то, что было на прошлом, вы можете это упражнение выполнить, получить удовольствие. Но на доске я, пожалуй, не буду. Можно проверить, что функция распределения, значит, упражнение, упражнение, простите, функция распределения плот, сказал, плотность вероятности. Плотность вероятности ρ, Tx, которая уже была написана, удовлетворяет уравнению теплопроводности. удовлетворяет уравнению теплопроводности. Удовлетворяет уравнению теплопроводности. Можно это непосредственно проверку, можно проверить и получить удовольствие. С этим, между прочим, связан некоторый парадокс. Дело в том, что эта функция, как несложно заметить, она уже при всех t, при любом положительном t, функция эта положительна. Неправда ли? Получается, что если даже эта функция, что это за функция такая? Эта функция, это распределение моей одной бромбовской территории. Это что значит? Это значит, что я помещаю источник тепла в какую-то точку, и меня интересует, как температура распространяется от этого источника тепла. Она распространяется вот такой формулой. А в чем состоит парадокс? Парадокс состоит в том, что эта функция при любом, сколько угодно малом t уже положительна. То есть получается, что тепло распространяется с быстрее скоростью света. Значит, тепло распространяется с бесконечной скоростью. Но это говорит, естественно, о каком-то приближенном характере. Это же все эти уравнения носят приближенный характер. Это говорит о таком приближенном характере это уравнение. Здесь в этой модели тепло распространяется с бесконечной скоростью. Хорошо. Теперь следующий шаг, который готовит нас к следующим построениям. Это простое, красивое и ясное вычисление. Которое провел Дима, оно, естественно, просто напрямую обобщается на многомерное броновское движение. Если здесь будет многомерное броновское движение, будет просто сумма соответствующих производных. Это ничего не меняет. А я хочу рассмотреть одномерный, но такой несколько новый пример. Одномерный, несколько новый пример. Я хочу рассмотреть такую вещь. Я запишу так. x1 это нормально распределенная переменная с математическим ожиданием нулем и дисперсией единицы. b у нас всегда броновское движение. Сделаем такую запись. yt. Можно было бы даже xt, потому что x1 это она и есть. Собственно, давайте xt зачем? xt. xt. Это е в степени минус t х1 плюс b е в степени 2t минус 1. Вот такая замечательная запись. Это выражение называется процессором Штейна-Улинберга. Давайте на эту формулу посмотрим. Но смысл ее примерно ясен. Что вот есть x1, мы начинаем с какой-то x1. И, кстати, x1 так распадается со временем. А есть еще броуновский член, который тоже там очень быстро, очень быстро, происходит броуновская эволюция очень быстро. И в то же самое время она тоже будет касаться специальным членом. Давайте, да, разумеется, x и b независимы. x и b независимы. Давайте спросим себя, зададим себе такой вопрос. Во-первых, давайте спросим себя, как чему равно математическое ожидание xt? Чему равно среднее значение xt? Громче. Нулю. Конечно, нулю, потому что, собственно, математическое ожидание всех выражений равно нулю. Чему равно дисперсия xt? Что, как сказать, что в переводе, в просторечии? Чему? Дисперсия это, я напомню, математическое ожидание квадрат. Все на все, да? Дисперсия это математическое ожидание квадрат. Почему? Подложения. Если вспомнить, что дисперсии независимых случайных причин складываются. Давайте посмотрим. Внимательно. Один. Один. Прекрасное ваше слово. Один. Почему один? Потому что e, значит, вот то, что в скобочках, это 1 плюс e в середине 2t минус 1. И потом... Просторечие e в середине 2t, да. Поделить на e в середине 2t. Дисперсия равна единице. Так. Замечательно. И теперь давайте то же самое упражнение сделаем. f от x t плюс дельта t минус f от x t. Давайте, друзья. Нужен доброволец. У школьников приоритет. Забыли, что такое f. Что, простите? Может, уже никто не помнит, что такое f. f-то функция совершенно произвольная. f-то просто функция. Какая-то функция. Нас интересует эволюция. Эволюция вот под действием этого процесса Айнштейна-Оленберг нас интересует эволюция... Прошлощение. Эволюция какой-то величины под действием x-ов. Тут не нужно так, про прощение, особо думать. Нужно писать. Давайте попишем. Значит, x... Так, давайте я затрону это упражнение. Оно мне сейчас не нужно. x... t плюс дельта t. Смотрите, этот член... Тут у нас есть произведение. Да? Значит, как такое произведение... Как сказать? Как такое произведение... Еще не знаю, как сказать. Продиференцировать. Как дифференцировать произведение? Ну, во-первых, надо протиференцировать первый член. Правильно? Простите? Я слышу, но не слышу, кто говорит. Простите, пожалуйста. Выходите, выходите. Выходите. Сейчас выходим. Давайте. Нужен смело добровольец. Спасибо. 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 Нет никаких добровольцев. Миша, может, вы напишите? Нет, Миша. Вась, когда на вас вся надежда. Давайте. Попробуем. Да, давайте будем вместе пробовать. То есть, во-первых, первый член. Значит, вот мы дифференцируем... Нет, давайте начнем с xt плюс дельта t. Давайте начнем с этого. Просто мы пишем, да. Ну, смотрите, вот мы дифференцируем... Значит, вот, во-первых, первый член. Смотрите, мы дифференцируем множители. Ну, давайте мы так не будем писать производные. Мы напишем так. xt плюс дельта t минус xt. Будем так писать, как лейблиц. Какое будет, бесконечно, малое приращение? Вот здесь от первого со множества какое будет? Ну, конечно. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Это что за член такой? Нет, верно. А чему это равно? Это xt. Вот и напишите, минус xt. Сейчас, минус xt. Так, а где кто-то? Нет, есть, есть. Минус xt, только dt еще надо писать. Нет, если минус t тоже уходит, оно поглощается. Минус xt dt. Замечательно. И теперь второй член. Тут уже x1 уходит, он не дифференцируется, и остается вот это b. Да, он уходит, да, это 0, да. Он от t не зависит, да. И остается b. Вы знаете, да, очень хорошо, только мы напишем db. db, простите, мы пишем не штрих, а db, дифференциал. Но секундочку. d по dx. Нет, вы знаете, мы это воспринимаем, еще раз говорю, как лейбниц. Мы воспринимаем это как бесконечно малое... Вот смотрите, b это какая-то траектория, а это бесконечно малое приращение траектории. Только секундочку, не забывайте, пожалуйста, что тут же еще есть вот эта функция. Тут нужно умножить на производную этой функции. Отлично, да, давайте посмотрим. Где тут? Ну, где, где вам удобнее. Отлично, отлично. Так, давайте это просто перепишем сократив, значит, равно, значит, минус xt dt. Этот первый член у нас остался. А второй, да. Ну, подождите, e в степени минус t, а там у вас, видите, e в степени 2t. 2 e в степени t на вот это самое db, на вот маленькое приращение моей кривы. Очень хорошо, отлично, спасибо большое. Теперь давайте вспомним, дорогие друзья, давайте вспомним, что нас интересует вот эта эволюция f. Давайте напишем, f от этого минус f от этого, это равно, расписываем, опять-таки, с производными. Первая производная, правильно же, f' в какой точке? xt, не правда ли? Так, на что? На x, d, d, d. Минус xt, минус xt, красота. Так, и вторая, нет, стойте, 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 нет, еще вторая. И вот этот главный член называется член ita. The ita term, потому что придумал это все ita. The ita term. Замечательный японский математик ita. t в квадрате. Да, дорогие друзья, еще хочу сказать одну вещь. из истории нашей науки, прежде чем мы продолжим это числение. Придумал ita, но есть с этим связана потрясающая история. Может быть, некоторые из вас читали роман дёблина Берлин-Александр-Плац. И, может быть, не все знают, что у дёблина был сын. Математик, которого звали Вольфганг Дёблин. А когда евреи бежали во Францию от надвигающейся катастрофы, то он взял французское имя Вансал Дёблин. Этот совсем молодой человек написал гениальную работу о цепях Маркова с бесконечным числом состояний, о существовании стационарного распределения для цепи Маркова с бесконечным числом состояний. Это условие так и используется по сей день. Условие Дёблина, это классический результат, постоянно использующийся и сегодня. Дёблин был призван во французскую армию, а свои математические сочинения он отправил в Парижскую академию. В Парижской академии есть возможность сочинения отправить запечатанным пакетом, который потом можно забрать. Но Дёблин не вернулся с фронта, он погиб в битве за Францию, а в этом случае пакет лежит 50 лет. В академии вскрывается только по прошествии 50 лет. По прошествии 50 лет пакет был вскрыт и выяснилось, что Дёблин тоже пришел совершенно независимо и раньше к исчислению ИТа, что он как раз занимался теми вопросами, которые мы сейчас обсуждаем. Хорошо, но давайте посмотрим, какие члены выживают у нас в этой записи. Теперь мы берем математическое ожидание у всех членов. Берем математическое ожидание. У всех членов. Это 0. Нет? Нет, не 0. Давайте посмотрим, что выживет здесь, здесь, в первом члене. Что останется? Ну, XT. XT останется. Останется. Останется XT. Потому что этот-то член умрет, а первый член останется. А мы это, секундочку, это, конечно, вы правильно говорите, но мы, как-то сказать, берем математическое ожидание при фиксированном XT. Мы же берем эволюцию, мы фиксируем XT. Так, давайте напишем. Математическое ожидание от F' XT на вот это самое минус XT. Нет, да, DT. Очень хорошо, да. Так, прекрасно. А во втором члене что останется? Нет, не все. Во втором члене наоборот, этот член умрет, а что нам даст бронуское движение? Давайте так, вы правильно говорите, но немножко будем аккуратнее. Мы, потому что написали. это с вами неправильно. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, 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 секундочку. Сейчас, одну секундочку, я прошу прощения. Нет, написали правильно. Сейчас это маленький, маленький сбой. Значит, мы должны получить у нас не сейчас, одну секундочку, я прошу прощения. Не по ты, нет, нет, а ты, конечно, конечно, сейчас, где-то я, сейчас, сейчас я прошу еще одну секундочку. Да, я вас, дорогие друзья, я вас обманул, действительно, я вас обманул, давайте мы как раз это место, да, это обманул я, значит, секундочку, это обманул я, неправильно сказал, давайте мы вот так напишем и не будем, не будем писать глупости. Простите, пожалуйста, это я тут заработавался, увлекся, значит, это я написал неправильно. Давайте посмотрим, дело в том, что эволюция, эволюция этого Бровновского движения, которое, это я говорю, это я тут неправ, эволюция этого Бровновского движения, она, конечно, дает производную от Е в степень 2Т, но отнюдь не в квадрате. Она дает производную в первой степени 2Е в степени 2Т, а вот это Е в степень минус Т, оно как раз возводится в квадрат. То есть я неправильно, я неправильно вам сказал, это я пробрался, значит, Е в степени 2Т, так сказать, здесь остается в первой степени. Естественно, что, как бы это же было и видно, когда мы вычисляли дисперсию ХТ, что Е в степени минус Т возводится в квадрат, и здесь дисперсия получается Е в степени 2Т и получается единица. Поэтому в действительности, ну, собственно, так все и подогнано, вот это ДБ от Е в степени 2Т минус 1, здесь получается Е в степени 2Т и здесь получается Е в степени минус 2Т. И в итоге получается на самом деле единица просто, поэтому просто, не единица, а двойка, вот эта двойка выскакивает. Поэтому просто пишем двойку умножить на одну вторую, да, то есть, соответственно, это единица на вторую, просто вторая производная, да. Еще раз, я не понял, суждение, почему там просто бывает. Простите, пожалуйста, сейчас, сейчас, давайте я это, давайте я это проясню. Да, спасибо большое, Вася, да, сейчас, секундочку, простите, это я сбил вас, и поэтому неудивительно, что это непонятно. Сейчас, давайте напишем это. Я пишу B от какого-то φ от Т, или давайте там К от Т. Значит, что это такое? Это B, B от К от Т плюс ДТ. Это B от К от Т плюс К штрих от Т ДТ. Но это К штрих совсем нельзя выносить, как мы неправильно, ошибочно сделали. Это я говорю, я тут увлекся, расписал первый член как второй, второй член как первый. Тут как бы будет, будет возникать Броуновское движение вот с таким параметром, да, понимаете? То есть будет возникать, как бы, так сказать, превращение имеет порядок B, К штрих от Т ДТ. А это и есть его дисперсия в квадрате, это и есть вот столько. Понимаете, да? Разница, то есть давайте я это напишу, давайте я это напишу более подробно. Действительно, это место я объяснил плохо. Сейчас, секундочку, давайте я нашу более подробно. Б от К от Т плюс ДТТ минус Б от К равно. То есть Б от К от Т плюс К штрих от Т ДТТ, тут вопросов нет, минус Б от К от Т. И это имеет распределение, конечно, по распределению это распределено, имеет нормальное распределение с нулем и К штрих от Т ДТ. То есть можно так сказать, что это распределено как Б К штрих от Т ДТ, а уж, конечно, не как Б К штрих от Т Б ДТ, это была ошибка. Вот в этом месте я и наврал. Понятно, да? Понятно, да? Значит, здесь как бы возникает вот эта производная. И она сокращается именно с этой. Двойка выскакивает, и двойка сокращается с этой двойкой. Итого, получается, дорогие друзья, к чему мы приходим в конечном итоге, мы приходим к такому уравнению. Производная ЕФ от ХТ равна, смотрите, пожалуйста, давайте так, производная, собственно, производная ЕФ, ну да, ЕФ от ХТ, нет, хорошо, да. Равна минус ХТ, Ф от ХТ, плюс Ф2 штриха ХТ. Разумеется, здесь везде математическое ожидание. И, взяв Ф штрих, я написал, спросите, Ф штрих. И, соответственно, обозначив эту производную, здесь я переписал, обозначив эту производную опять символом У, разрешите, я сотру почисление, которое мы уже провели, обозначив У, ЕФ, ХТ. Я получаю вот такое уравнение для У, Д по ДТ, У, Д по ДТ, У. Это минус ХТ, У от Х, У, простите, ДУ по ДХ, плюс Д2У по ДХ. Вот такое фундаментальное уравнение получаю. Заметьте, пожалуйста, да, что здесь я беру, когда я беру математическое ожидание, то я как бы математическое ожидание беру при фиксированном начальном условии, да, я как бы, вот этот ХТ фиксируется, и как бы эволюция происходит только здесь. Поэтому производная коммутирует, кстати, эти самые взятия математическое ожидание. Вот такое получается уравнение. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Это уравнение я хочу... Давайте вот так спросим себя. То есть это все, конечно, совершенно замечательно. Я имею процесс, вот этот ХТ, имею процесс ХТ, и моя величина У удовлетворяет вот такому уравнению. Но я хочу сказать так, что ХТ имеет распределение, ХТ имеет распределение какое-то РО, какую-то плотность вероятности РО. Т, Х, вот та самая плотность вероятности, которая была, там, скажем, задавалась экспонентой для, простите меня, та плотность вероятности, которая задавалась экспонентой для обычного уравнения теплопроводности. А здесь какая-то плотность распределения. Я хочу уравнение на У переписать в уравнение на плотность распределения. Это такое чисто формальное упражнение. Дело в том, что чему равно, что такое вообще определение плотности распределения? Это вот что такое, ЕФ от ХТ, это равно интеграл Ф от Х, Ф, простите, вот это самое, Ф от Х, РО, ТХ, ДХ. Вот и все. Это просто определение плотности распределения. И теперь нам предстоит еще одно симпатичнейшее упражнение, которое мы выполним на доске. Нам предстоит переписать уравнение для У, переделать его в уравнение для плотности РО. Смотрите, Ф произвольная функция, Ф произвольная функция, Ф это можно сказать так, что здесь есть какая-то такая взвесь этих функций РО с Ф. При этом эта функция У, вот эта самая У, удовлетворяет вот такому уравнению. Ясно, что это уравнение стесняет сами плотности, ведь она удовлетворяет уравнению при любой Ф. Ясно, что сама плотность должна удовлетворять какому-то уравнению. Вот давайте это просто увидим. Как это делается? Это делается следующим образом. Нужно написать, например, производную ДУ по ДТ. Это интеграл Д по ДТ. Давайте, вы знаете, я прошу прощения, я сделаю одну вещь, просто нам будет так проще. Ф, я напишу так, Ф от У, РО Т, У, ДУ. Это будет проще. Д по ДТ, вот от этого выражения. Ф от У, РО Т, У, ДУ. Давайте спросим себя, как взять производную такого выражения? Как взять производную такого выражения? Просто внести. Ведь здесь ничего от Т не зависит. Да, просто внести. Просто внести. Нет вопросов. Теперь немножко хитрее. Как вычислить минус Х ДУ ДХ? Это немножко хитрее. Минус Х ДУ по ДХ. Вот от этого выражения. Значит, минус Х ДУ по ДХ. Д по ДХ. Д. Вот интересующее у нас выражение. Вот интересующее у нас выражение. Я не очень хорошо... Я не очень хорошо пишу, дорогие друзья, простите меня, пожалуйста, я пишу не очень хорошо. Я должен написать РО, плотность распределения, разумеется, РО ТХ, РО ТХ, У, простите меня, пожалуйста, РО ТХ, У, где речь идет об этом процессе, начинающемся в точке Х. Да, конечно, я прошу прощения. РО ТХ, У. Да, вы покажите. Простите меня, пожалуйста, да. РО ТХ, У, да. Что такое Х? Х это и есть... Это вот и есть, собственно, вот это РО, это и есть, дорогие друзья, наша переходная плотность. Переходная плотность. Плотность перехода из ХА в У за время Т. Наша любимая стахастическая матрица, но только, которой мы занимались на первых трех занятиях, но только здесь это уже не матрица, а функция, потому что Х и У, после того, как мы перешли от дискретного числа состояний к непрерывному, Х и У это просто точки. Но это и есть плотность вероятности перехода из Х в У за время Т. Да, так давайте напишем, значит, чему равна вот эта производная интеграл Ф от У, РО ТХ, У, Д, И. Чему это равна? Вносим, но надо быть немножко осторожными. Что мы вносим? Как правильно? Давайте правильно напишем. Антон, спросите меня. Это такое замечательное обсуждение. Мы не совсем по теме, не счутят. Так какая же будет производная? Что, спросите? Может, представить, как разность от производства? Нет, простите, а зачем? Вы же просто тут уже... Ну, конечно, нужно просто, но только не совсем, потому что нужно вот этот Х внести сюда. Ну, для этого вы представляете, как разность? Давайте я оставлю, давайте, действительно, и время нас немножко поджимает. Я оставлю это в качестве упражнения. Давайте я просто проговорю. Значит, просто я напишу ответ. Что в этом случае соответствующая плотность... Давайте я просто это проговорю и оставлю в качестве упражнения. Что в этом случае соответствующая плотность удовлетворяет... То есть тут происходит некоторое такое интегрирование по частям. Значит, плотность ρtx удовлетворяет уравнению... Плотность ρtx удовлетворяет уравнению... Дрор по dt равно... Опять-таки, вторая производная ρ. А здесь этот Х внесется, так сказать, под знак дифференцирования. Плюс dpdx от x ρ. То есть минус за ленься на плюс. Это фактически просто формула интегрирования по частям. Минус за ленься на плюс, а x внесется под знак интеграла. Давайте я это просто скажу словами. Зачем мне это нужно? Давайте это я тоже оставлю в качестве такого упражнения, которое можно сделать просто сейчас уже не будем за недостатком времени. А я теперь, собственно, перехожу к сюжету нашей лекции и к дайсоновскому броуновскому движению, для которого за оставше время, надеюсь, выписать основные формы. Что такое дайсоновское броуновское движение? Что такое дайсоновское броуновское движение? Я беру матрицу и ее элементы запускаю в броуновские движения. Запускаю броуновские движения в каждый элемент матрицы. То есть каждый элемент матрицы, причем удобно для этих рассмотрений, удобно считать матрицу комплексной. Значит, h и g это b и g1 плюс корень из меня седмицы b и g2. Это все независимые броуновские движения, за исключением того, что матрицу я предполагаю самосопряженной. h, g, i равно то же самое со знаком минус. И, разумеется, диагональные элементы матрицы вещественной. Диагональные элементы матрицы вещественной. И имеют вдвое большую дисперсию. Вдвое большую дисперсию. Значит, да. Теперь меня интересует вопрос. Теперь мне интересует вопрос. Как у этой матрицы эволюционируют ее собственные числа? Это вопрос, который поставил Дайсон. Как эволюционируют? Это моя матрица h от t. Просто такой. Как эволюционируют собственные числа матрицы h от t? Собственные числа матрицы h от t. ht давайте вот так. ht. ht. Замечательный и очень, не очень сложный, но нетривиальный и глубокий факт, что эти собственные числа эволюционируют очень похожим... Как сказать, они сами совершают некоторое подобие Броуновского движения. Они сами совершают некоторое подобие Броуновского движения. Антон, спросите меня. Совершают некоторое подобие Броуновского движения. Вот это я сейчас в остающееся время хочу попробовать объяснить. Хочу попробовать объяснить. Можно здесь удобно начать с... Удобно начать с такой и вообще очень полезной задачи. Представим себе, что есть... Кстати сказать, с этого места можно вообще слушать просто сначала, потому что это совсем новый сюжет. Небольшой, но совершенно новый. Представим себе, что у меня есть некоторая кривая в пространстве матрицы. Пусть гладкая кривая. Какая гладкая кривая в пространстве матрицы? Скажем, h от t. Давайте я другую букву какую-нибудь возьму. Скажем, h большой, так как h от t кривая в пространстве матрицы. Давайте даже просто вот так вот. А от t. А от t. Кривая в пространстве матрицы. Кривая в пространстве матрицы. Спрашивается. Есть, конечно, так как наши матрицы удовлетворяют свойства симметрии, то эти матрицы допускают полный базис из собственных значений. Есть. Так и напишем. А от t. Давайте я собственное значение обозначу символом u, k, t, а собственное число лямбда ка. Теперь, внимание, вопрос. Как написать, как эволюционируют собственные значения матрицы при эволюции матрицы? Как написать, как написать правила эволюции для собственных значений, то есть дифференциальное уравнение для лямбда катых, правила эволюции для лямбда катых в терминах эволюции матрицы А. Давайте я, во всяком случае, сейчас начну это писать, и мы посмотрим. u, k, t предполагается векторами единичной длины. Единичной длины. Давайте производную по времени, как обычно, обозначать точкой. Значит, учитывая, что u, k, t имеет единичную длину, что можно сказать о соотношении между u, k, t и его производкой? Если u, k, t имеет единичную длину, что получится при дифференцировании этого соотношения? Какое соотношение получается при дифференцировании этого соотношения? Что, по-сиди? Скорость перпендикулярная перемещения. Ну, конечно. Получится, что u, k, t на u, k, t с точкой равно нулю. Это хорошо вы помните, опять-таки, из школьной механики, что там при круговом движении скорость перпендикулярная перемещения. Конечно. Теперь давайте продифференцируем здесь. Я пишу a с точкой u, k, t, плюс a u, k, t с точкой. Равно лямбда, k, t с точкой u, k, t, плюс лямбда, k, t, u, k, t с точкой. Что теперь нужно сделать? И что можно теперь сделать? Умножить на, простите, умножить на u, k, t. И что получится, если умножить на u, k, t? Что получится, если умножить на u, k, t? Умножить на u, k, t, u, k, t. Умножить на u, k, t, u, k, t. Простите? Нет, неправильно. Грубо неверно. Грубо неверно. Грубо, грубо неверно. Нет, давайте посмотрим еще раз. Домножаем на u, k, t. У, k, t. Давайте я напишу. Что? u, k, t. Давайте так. u, k, t, u, k, t плюс u, k, t, u, k, t, u, k, t, u, k, t, s. Равно. В правой части что у меня получается? Лябда, k, t, s. Лябда, k, t, s, t. Правильно. Это правильно. Лябда, k, t, s. А это выражение чему равно? нулю, конечно, потому что а я могу перебросить в другую часть благодаря условию симметрии. И тогда опять получается лямбда ктс. Получилась прекрасная формула, очень красивая и важная, которая называется первая формула Адамара. Формула Адамара. Я ее напишу так. Лямбда ктс точкой. Сейчас спросите вопрос, почему это равно нулю? А у ктс это лямбда ктс и у ктс? А потому что у ктс на у ктс равно единице. У ктс единичные вектора. Так ас точка это же матрица. Вот она и получилась. Это у ктс точкой у ктс. То есть что это значит? Ас точка это же матрица, это же не число, это какая-то матрица. Ас точка у ктс. Но можно чуть-чуть еще продвинуться в этой формуле. Давайте теперь умножим это выражение на какое-нибудь ULT. На какое-нибудь ULT. Умножим это выражение. Дело в том, сейчас я объясню, что я хочу. Я хочу, конечно же, взять вторую производную. Я хочу взять вторую производную. Лямбда К с точкой. С двумя точками. Естественно, что я легко возьму вторую производную от самой матрицы. Укатая А с двумя точками Укатая. Это ясно. Но дальше у меня получается вот такой член, от которого никуда не деться. Укатая с точкой А с точкой Укатая. Тут он получается два раза. Так сказать, дифференцирую хоть здесь, хоть здесь. Получается вот и то же самое. И мне нужно Укатая с точкой, так сказать, мне нужно разложить Укатая с точкой. От этого никуда не деться. И это, впрочем, делается без особенного труда. Надо домножить это уравнение скалярно на Уэльтэ. Домножить вот это уравнение скалярно на Уэльтэ. Давайте так и сделаем. А с точкой Укатая Уэльтэ. Плюс, значит, напомню, А Укатая с точкой Уэльтэ. Но, да, А Укатая с точкой Уэльтэ. Равно. Лямбда Катая с точкой Укатая Уэльтэ. Этот член уходит. А здесь получается, опять-таки, Лямбда Катая Укатая с точкой Уэльтэ. Нет! Укатая с точкой Уэльтэ не перпендикулярно. Уэльтэ и Укатая. Уэльтэ и Укатая, конечно, перпендикулярно. То есть это оба собственных числа? Ну, конечно, это оба собственных векторат. Да, конечно, не перпендикулярно. Более того, обратите, пожалуйста, ваше внимание, что опять А я могу перебросить вот сюда. А Уэльтэ. И я получаю прекрасное выражение. Смотрите, пожалуйста. А с точкой Укатая Уэльтэ равно, дорогие друзья, Лямбда К минус Лямбда Эль Укатая с точкой Уэльтэ. Укатая с точкой Уэльтэ. Таким образом, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Я выразил через матричные коэффициенты матрицы А с точкой вот это выражение. И если все это подставить, подставить сюда, используя теремию Пифагора, получится вот такое выражение. Лямбда, так называемая вторая формула Дамара. Лямбда К с двумя точками равно Укатая А с двумя точками Укатая плюс что? Сумма. Вот это выражение возведется в квадрате, просто это из серии Пифагора получится. Сумма А штрих Укатая Уэльтэ в квадрате поделить на лямбда К ота минус лямбда К ота. Сумма по всем L не равна. Зачем я так подробно разбирал эту формулу? Тут уже время наше подходит к концу, я скажу только словами главное выражение, главное, так сказать, главное утверждение. Хотя вообще теория, которая здесь начинается, она, кстати, идет далеко вперед, и тут очень много вопросов остаются открытыми. Дорогие друзья, исходя из этих формул, можно точно так же, как мы сделали вот для процесса Артштейна-Уленбека, точно так же, как мы сделали для самого процесса того уровня теплопроводности, можно выписать лямбда Катая, можно просто написать явные формулы, написать явные формулы, можно выписать лямбда Катая в терминах, так сказать, самих бронуских движений. Формула будет выглядеть вот таким образом, лямбда Катая от Т, есть броуновское движение БТ с поправочным членом. Интеграл ДТ лямбда Катая, лямбда Катая минус лямбда ЛТ. Интеграл от нуля, простите, ДС, давайте так, ДС. Значит, интеграл от нуля до Т, а сумма по л не равным К. И этот поправочный член возникает, разумеется, вот из этих самых вторых производных, по схеме, которую мы в общих чертах разобрали. И которые мы в общих чертах разобрали. Таким образом, вот это удивительный факт. Собственные числа матрицы, совершающие бронуское движение, сами совершают некоторое такое подправленное бронуское движение, дайсоновское бронуское движение, форму для которого я и записал. Что здесь чрезвычайно важно? И на этом я закончу. Естественно, что точно так же, как у многочлена, очень маловероятно, чтобы были кратные корни, точно так же и у матрицы, крайне маловероятно, чтобы собственные числа были кратные. Это очень маловероятное событие. Соответственно, дайсоновское бронуское движение, вот это дайсоновское бронуское движение, естественно, что эти лямбды будут пересекаться, будут, простите, будут сближаться иногда сколько угодно близко, но никогда не будут слепаться. Так вот, оказывается, что именно так и можно совершенно формально, это замечательный факт, совершенно формально можно так и описать дайсоновское броновское движение. Дайсоновское броновское движение есть обычное броновское движение, то есть надо взять обычные броновские траектории и потребовать о них, чтобы они не пересекались. рассмотреть то условие, что эти бромовские траектории не пересекаются. Собственно, вот этот член, тут видите, что он устремляется к бесконечности, когда они сближаются, этот член, он и запрещает пересекаться, он, так сказать, расталкивает эти траектории. И таким образом, продолжая в этом направлении, можно просто доказать такую замечательную теорему, что если члены, элементы матрицы, если элементы матрицы совершают бромовское движение, то собственные числа тоже совершают бромовские движения, членов матрицы n квадрат, соответственно, n квадрат бромовских движений, потому что комплексные, но в вещественной мнимой части там есть условия. n квадрат бромовских движений, так вот, n собственных чисел совершают n бромовских движений, но не независимых, а стесненных тем условием, что им запрещается пересекаться. Это удивительным образом тоже маркский процесс, который называется дайсеновским-проумовским движением. Большое спасибо.